Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в воскресный день за богослужением читается Евангелие от Луки. Глава 17, стихи с 12 по 19. Послушаем это евангельское зачало в прочтении иродьяка на Святотроицкой Александра Невской лавры отца Александра. Глава 17, стихи с 12 по 19. Послушаем это евангелие от Луки. Во время Он, входящего Иисусу в некую весть, Сретоше Его десять прокаженных мужей, Ижесташе издалеча, Иди вознесоша глаз глаголюще, Иисусе наставниче помилуйны, И, видев рече им, шедше покажитеся священником, И бы седущим им очистишася. Единь же от них, видев, як и исцеле, возвратися согласом, Вели им славя Бога, И по Дениц при ногу Его хвалу Ему воздая, И той беса морянин. Отвеча же Иисус рече, Не десять ли очистишася до девять где, Как а не обретошася, Возвращася дате славу Богу, Токма иноплеменник сей, И рече ему, восстав иди, Вера твоя спасетя. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. И когда входил он в одно селение, Встретили его десять человек прокаженных, Которые остановились вдали и громким голосом говорили, Иисус, наставник, помилуй нас. Увидев их, он сказал им, Пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, Возвратился громким голосом, Прославляя Бога, И пал ниц к ногам Его благодаря Его. И это был саморянин. Тогда Иисус сказал, Не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, Кроме сего иноплеменника? И сказал ему, Встань, иди, Вера твоя спасла тебя. В строке сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, Рассказывают о чуде, совершенном Господом, Во время последнего своего путешествия из Галилеи в Иерусалим, На последний праздник Пасхи, когда он был распят. Когда Спаситель проходил из Галилеи в Самарию по пути в Иерусалим, Его встретили десять прокаженных. Как мы уже знаем, иудеи не общались с самарянами, А среди этих прокаженных был по крайней мере один саморянин. Но общее несчастье заставило их забыть, Что одни из них иудеи, а другие самаряне. Они помнили лишь о том, что их объединяет страдания, И что им всем нужна помощь. Прокаженные целой группой в десять человек находились вдали, Потому что закон запрещал им приближаться к здоровым людям Ближе, чем на сорок пять метров. Уже отсюда видно, в какой изоляции жили прокаженные. И вот они остановились вдали и громким голосом говорили, Иисус, наставник, помилуй нас. Господь повелел им идти и показаться священником. Очевидно, этим самым он давал им понять, Что они сейчас исцелятся. Что уже начался сам процесс исцеления. Что они, как только дойдут до священников, Окажутся совершенно здоровыми. Архиепископ Аверки Таушев отмечает, Это значило, что он свою чудотворную силу Исцеляет от болезни. Ибо посылает их к священникам для того, Чтобы они, согласно требованию закона, Освидетельствовали исцеление от проказы. Причем приносилась жертва И давалось позволение жить в обществе. Покорность слову Господа И идти на освидетельствование к священникам Указывает на живую веру прокаженных. И действительно, по дороге они заметили, Что болезнь их оставила. Получившие исцеление, Они, однако, как это часто бывает, Забыли о виновнике своей радости. И только один из них, самарянин, Возвратился ко Христу, Чтобы поблагодарить его за исцеление. Этот случай показывает, Что хотя иудей и презирали самарян, Последние оказывались иногда выше их. Александр Павлович Лопухин пишет, Этот факт евангелист Лука сообщает, Очевидно, с той целью, Чтобы показать, что язычники, Самарянин был близок к ним, По крайней мере, по своему происхождению. Оказывались более способными Оценить благо открывавшегося Царства Божия, Чем иудеи, которые давно уже были подготовлены К принятию этого Царства. Господь со скорбью и кротким упреком спросил, Не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, Кроме сего иноплеменника? Эти девять явились примером Человеческой неблагодарности благодателю Богу. Ведь они пришли ко Господу, Страстно желая исцеления. Он исцелил их. Они же были счастливы, что получили просимое, Но им и в голову не пришло Принести хвалу подателю этого блага. Только один отверженный Самарянин Остановился в изумлении Перед чудесным исцеляющим, спасающим Богом И устремился воздать хвалу Спасителю. Много чудес совершает для нас Господь, Многократно и многообразно Одаривая нас своими милостынями и щедротами. Каждый из нас, взглянув на свой жизненный путь, Увидит, что в течение всей жизни Господь ведет нас ко спасению, Прощая грехи и даруя свои благодеяния, За которые мы должны благодарить Его. Но очень часто мы воспринимаем все доброе, Что есть в нашей жизни, Как само собой разумеющееся, Будто бы это дано нам по каким-то нашим заслугам, И нам некого благодарить за эти дары. Между тем, именно благодарение является Сущностью христианской жизни. И вовсе не потому, что в этом нуждается Господь, А потому, что в этом нуждаемся мы сами. Только через благодарение мы можем подлинно Приобщиться Спасителю и всему, что есть у Него. Лучшей же благодарностью Ему будут наши усилия Оправдать Его доброту и милосердие. Будем же, дорогие братья и сестры, Учиться благодарить Господа за все, Что Он нам посылает. Благодарить не только словами и делами, Но и примером всей нашей жизни. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя Господа! Благословенеси Господи.